Ну, конечно, обидно проигрывать матч после стандартного положения. В целом, я считаю, что мы неплохо подготовились к матчу и проявили его на достаточно неплохом уровне. Но, к сожалению, у нас впереди и в первом тайме, и во втором в роли нападающих совсем юные футболисты. И пока по уровню мастерства они не в состоянии бороться с защитниками ФНЛ. Отсюда у нас впереди и подходы были, и прострелы, и подачи, но мы ничего там впереди не можем создать пока. Поэтому, когда играешь на выезде, надо, конечно, забивать, если хочешь взять очки. А коли это не получилось, то вот стандарт решил исход матча. Пожалуйста, вопрос. Сложилось впечатление, что после перерыва в вашей команде немножко не хватило сил, как-то в контроль стали уменьшить. Я думаю, что как раз в физическом состоянии мы неплохо выглядим. В предыдущих матчах там случалось и вестерум. Вырывать инициативу и штурмовать ворота хозяев в гостях. Я не думаю, что в этом причина. Причина, конечно, недостатки опыта у нас. И защитники два фланговые молодые. Вот это же вот этот момент, который привел к стандарту. Вот как можно атаковать сзади в подкате игрока. Там без нарушения никак не получится. Это просто какой-то эмоциональный срыв. Вот и все. Опаснейший штрафной напротив фарад. В 20 метрах. Вполне можно было обойтись без этого. Тем более, что игрок-то двигался не на ворота, а поперек поля вдоль штрафной. И там еще защитники его встречали. То есть это недостаток опыта, эмоций. Но еще раз повторю, что впереди мало что клеилось. Извали на то, что полузащитники разыгрывали мяч и в линию атаки доставляли. Но там все, как правило, на этом и заканчивалось. Пока у нас нет такого футболиста, который впереди может. Не то, что там решить эпизод. А просто даже удержать мяч. То есть получается, что с уходом Мамтовой линии атаки много потеряло? Почему Мамтова? У нас ушел Мамтов, Кленкин и Чуканов. Они на троих забили 36 мячей. Пожалуйста, еще вопрос. Александр Иванович, маленький вопрос. Вы поколение, более старшее, опытное, как Пантелеич, как Побегалов, сражаетесь с бюджетом, с маленьким, каждый год практически. А, например, поколение новое, тренер приходит, да, у них бюджеты, задачи. Для вас лично матчи с поколением новым имеют какое-то принципиальное значение? Показать, что опыт имеет большее значение тренерский, чем бюджет? Вы знаете, вот вы правильно сказали, я тренер того поколения. И я и мои коллеги, мы никогда не комментируем работу своих коллег и не оцениваем. Спасибо. Ну, во-первых, хочу всех поздравить с первой победой наших болельщиков, ребят прежде всего, вас, представители средств массовой информации, всех-всех тех, кто болеет и переживает за команду «Факел». Очень важна победа с психологической точки зрения. С психологической точки зрения важна она была в той турнирной ситуации, в которой мы оказались, плотности внизу, здесь в серединке таблицы. И прекрасно понимали, что игра будет очень тяжелая. Внимательно изучали соперника, сильные, слабые стороны. Знали, что команда «Тюмень», как говорят, команда с сибирским характером. С сибирским характером и, собственно, сама игра показала, если брать в общем игру, то вся игра была, особенно первой, это им шла борьба за инициативу, за середину поля, за плацдарм для атакующих действий. Где-то мы немножко имели по ходу игры, скажем так, больше реально созданных моментов, которые должны были заканчиваться взятием ворот. Вот прекрасно понимали, что «Тюмень» будет играть вторым номером, опускаться и уповать на стандарты. И опасны они в предыдущих играх. И сегодня, особенно в первом тайме, было с хорошим поставленным ударом игроки средней части поля. И «Рыба-Кобыленка», и «Пустозера». И, собственно, в первом тайме здесь у нас были проблемки с опорной зоной. Они четыре раза наносили очень хорошие удары. Если брать созданные моменты, то в первом тайме «Каюмов», когда разыграли здорово и выиграли его практически один на один, нужно было реализовывать этот момент. Так, борьба за инициативу, и мы прекрасно понимали, что при такой насыщенной обороне будет решающее значение иметь стандарты. И, собственно, гол пришел со стандарта. Ника Чхапелия, то, что он умеет, очень здорово здесь. Принял мяч между линиями, пошел в обводку, заработал в штрафной и сам реализовал. Плюс ко всему, во втором тайме у нас были еще реальные моменты для взятия ворот. Как последний эпизод. Садов обязан был забивать при хорошей фланговой передаче. До этого момента был у Вани Лукьянова то же самое все. Как только мы немножко обыстряли игру, как только вскрывали фланги с нацеленной передачи сюда в штрафную площадь, сразу реальная угроза шла. Ну, так скажу, что, в принципе, по большому счету, где-то при равной игре мы были ближе немножко к победе. И, собственно, и одержали ее. Андрей Ильич, что сразу травмировано? Каюмов попросят замену, что и с садом? Ну, у Каюмова большая отечность коленостопного сустава, поэтому он и попросили, он не смог дальше. Ушиб, да? Ушиб, да, ушиб. Но пока такая стадия. Пока завтра только мы сможем ответ получить, когда пройдет он обследование, уже МРТ пройдет, тогда мы получим ответ, что у него. Ну, отечность большая у него коленостопа. Что касаемо Садова, Садова сейчас увезла скорая помощь, его здесь посмотрели, но подозрение есть на то, что у него сотрясение. В какой степени сейчас увезли его в клинику, там проведут обследование и дадут заключение. Павел Андреевич, а этот состав близок к оптимальному, который сегодня вышел? Ну, раз ребята выходят, значит, они более, ну, скажем так, достойно на сегодняшний день выходить в стартовом составе. У нас практически на каждую позицию по два игрока, и все зависит от того, как проявляют себя ребята в тренировочной работе и, естественно, в играх. У нас есть проблемные, скажем так, игроки в плане чего проблемные? Не в плане игровых качеств, а то, что травмированы, да? Вроде бы как только начал в общей группе тренироваться Леша Курилов, и на второй день, когда он был в общей группе, он практически на ровном месте там подвернул голеностоп, тоже проблемы, частичный разрыв связок голеностопного сустава. Ну, надеемся, что там не очень серьезно, так и сегодня он по кругу потихонечку уже бегал, и надеемся, что после выезда, возможно, ну, хотя срок очень маленький, короткий срок, вот здесь и межигровые циклы вы видите, совсем короткий, что Леша подойдет у нас все, будет усиление, можно варьировать уже в оборудке немножко там все. А так Саша Алхазов набирает форму все, ну, ребята, которые позже пришли, и понятно, что оптимальный уровень готовности не на должном уровне, и многим ребятам наши требования пока кто-то больше воспринимает, кто-то в меньшей степени, но связано, опять же, с футбольным интеллектом, и с тем, что ребята многие вообще на этом уровне не играли, поэтому то, что я говорил, мне бы добавить нечего к этому вопросу времени, то, что ребята хотят, и честь им хвалат за то, что полная самоотдача идет все, зрители это оценивают все, и я думаю, что если дальше так будут работать ребята, то будет все нормально.